ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, на кой дебе мы попёрлись на отдых в Крым через отжатые территории? А я говорила, надо было ехать через Пятигорск и Крымский мост. Посмотрели бы два провала сразу. Капец вы паникёры. Расслабьтесь. Рубляха-муха. Такое чувство, что мы что-то забыли. Правила проезда по территориям захватили? А то. Язык держать пристёгнутым, танки не подрезать, смотреть в пол, педаль в пол, без нужды не останавливаться, по нужде тоже не дышать, не жить. Нет, чё-то забыли по любазу. Пожрать захватили? Захватили, бро. Тут всё захватили. Тормозни-ка. Эй, зелянка, почём цыплёнок табака? Он не табака. Его танк переехал. А я тут просто стою и излучаю уверенность в завтрашнем дне. Много наизлучали? Процентов девяносто. По самым скромным прикидкам. Ты чего рванул? Татки! Рубляха-муха! Это комвайны, бро! Вижу дроны! Это не дроны! Журавли на юг потянулись. По лесу из моих... Внимание! Впереди на дороге отсутствие дороги. Походу, очередной склад деталирует. Покурил кто-то. Это салют! В честь нашего приезда! Капец! Я от нашей поездки просто на седьмом небе. Я, походу, вспомнила, что мы не взяли мозги. Точняк, сестер. Я свои на тумбочке оставил у телевизора. Мозги – главный враг оптимиста. Угу! Здравствуйте! Сегодня в заповеднике. Чемпионка по прыжкам вокруг Путина Елена Исимбаева сделала шест доброй воли, упрыгав за границу. Лукашенко запретил колхозникам покидать колхозы, а себе президентский пост. Илон Маск поменял логотип Твиттера на «Х», ой, то есть на «Х». Навальному грозит пожизненный срок до конца жизни Путина. Россия вышла из зерновой сделки, громко хлопнув ракетами. Каждый день войны приносит что-то новое и что-то старое. Новые удары по историческим памятникам. Старые – отмазки Минобороны. Поражены только военные цели. А украинцы специально когда-то построили храм в месте падения ракеты. Мемуары строчит. Все успевает. И за Крымский мост ответочку вылепить, и зерновую сделку прикрутить, на поляков наехать. Еще и мемуары. Откуда в нем столько энергии? Мергии! Сам удивляюсь, с таким пробегом и такие лошадиные силы, как это работает? Давайте логически. Война с Украиной – это месть за то, что та собиралась в НАТО и ЕС. Навальному двадцаточка. Месть за фильм о дворце в Геленджике. Стрелкова повязали за то, что ничтожеством дразнился. А удары по Одессе и Дунайским портам. Месть за Крымский мост. О, получается, его главная движущая сила – это месть. Охран тогда за что? За что месть Богу? Чем его Бог обидел? Есть. Закончил мемуары о том, как я работал грузчиком и как мне это не понравилось. И что лучше – работать президентом. А как назвали? Свистеть, не мешки ворочать. Как остроумно! Срочно в издательство! Уже бегу! Сколько же новых гениальных историй мы о вас узнаем! Да он и сам, наверное, от них охреневает. Наверное, такой же шедевр, как история о том, как он работал каскадером на Ленфильме и таксовал в морской пехоте. Я понял! Он мстит Богу за то, что никаких других умений, кроме как мстить, ему не досталось. Новости блогосферы. Блогер Гиргин в соцсети Лефортова перестукивается со стрелковым. Медведев мочит Запад. Но и сам коллективный Запад не сидит, сложа руки, а потюкивает ими по клавиатуре и постит видосики. Мы ремонтируем любые, даже самые безбашенные танки. Баланс немецкого качества и польских цен. Регулировка давления в гусеницах, перебортовка на зимнее, сход развалу. Постоянным клиентам традиционная немецкая каска в количестве 5000 и настоящие немецкие тормоза во всем. Поверьте, после нашего ремонта танки будут как новенькие. По крайней мере, по стоимости. Только вам надо решить, какие ставим запчасти. Дешевое оригинальное немецкое барахло или дорогие польские неоригинальные. Благодаря мне тысячи израильтян променяли сидячий по домам образ жизни на протестную активность, полюбили спортивную ходьбу на демонстрациях, бег трусой от полиции, водные процедуры и отдых в палатках перед Кнессетом. Чуть ли не половина Израиля перешла на ЗОЖ, а другая половина тоже не сидит на месте. Протестует против первой, чтобы победить судебный произвол законодательным. А кое-кому после интенсивной тренировки можно расслабиться, перестать бегать от уголовного преследования и выкурить сигару с бокалом шампанского. Ах, врачи запрещают! О том, как разобраться с врачами в следующий раз. Приветствую всех любителей экзотических животных! В прошлый раз я показывал, как кормить дедушку тщательно и многократно пережеванными глупостями. Сегодня вы узнаете, как держать вагнеров на коротком поводке. А то они тут отъелись в центре Беларуси и теперь рвутся на экскурсию в Жешу, в Хачу, в Варшаву. Почаще давайте вагнерам что-нибудь погрызть или разорвать. Тапок, ремень! Короче, что-нибудь из вещей в шайгу. Но учтите, в любой момент они могут сбежать, как львица в Берлине. Да не было у нас никакой львицы. Был кабан. Но, собственно, и его уже скоро не будет. Узнав, что заповедник сразу в трех чтениях принял решение уйти в отпуск, Госдума собезьянничала и тоже решила уйти на каникулы. Но напоследок вывалила на голову народу весь ассортимент своего законотворческого фастфуда. Свободная дома! Законы быстрого приготовления! Можно на вынос! Мозга, разумеется! Мне гамбургер повышение призывного возраста. С какой начинкой? Не с какой. Просто две булки. Нижняя 18, а верхняя 30. А мы уж сами промеж этих булок напихаем всего по самые нехочухи. Может, еще и картошечки? Ага, мундиры! Свободная дома! Сегодня у нас акция. Два чтения по цене одного. Я у вас уже все перепробовал. Мне бы что-нибудь новенькое. Новинка меню. Законопроект о лишении гражданства под патриотическим соусом и стаканчиком фреша из свежеотжатых территорий. Но предупреждаем, может не пройти. Застрять в комитетах или в кишках? Все равно. Давайте! Мне штук 100 танк-тести для Росгвардии потестить. С майонезом. С полным фаршем. С БМП, БТР и тяжелой артиллерией. И хэппи-мил для племянника. Да, Дон? Да, нон! Точно! Да, нон! О, вам бизнес-ланч. Сейчас нарисуем. Моё почтение в первом чтении. Мы уже закрываемся. Я на секунду. Мне бы только обрезков в пакетик. Для людей? Ха-ха-ха-ха! Смешно. Для собачки. Ну а что после нее останется для людей? Возьмите вон там из обрезков идей что-нибудь про увеличение штрафов за неявку военкомат до 30 тысяч рублей. Не жестковато? С трех сразу до 30. Ерунда! Пипл схавает и не подавится. Ставьте лайки, подписывайтесь. А мы, как и обещали, уходим в отпуск. Но и без нас наш хрен в войне хрен завянет. До 3 сентября он остается тут за главного. Ну ты, бро, даешь. Просто шаман какой-то. Ого! Ого! Этот бой твой! Бой твой! Что сказал, что лишь я в ответе за все? Мы единый народ, что мое, то твое. Мы в говнище по шею, такой вот расклад. Нам ни шагу вперед и ни шагу назад. Каждый день подлый запад матом кляня. Я бросаю вас в бой, не бросайте меня. Ну такая уж доля выпала нам. Все, что есть, делим напополам. Этот бой твой! Это ясно сразу. Бой твой! Но не бой ни разу. Твой бой! Смерть кровищу, окопы, забирай все и хрен с тобой. Этот бой твой! Нам теньков с даноном. Бой твой! Нам дворец с балконом. Твой бой! Пора тебе на убой! Так что топаем пока живой! Кто сказал, что вечной не будет война? Кто сказал, что мы крови напились сполна? Кто сказал, что мой палец устал на курке? Кто со мною вообще, блин, говорит в башке? Как проснусь по утрам, вспоминаю, кто я? И вот эту войну заварил для чего? И разносится эхо по залам дворца. Я лузер, я иду до конца. Это твой бой! А мне власти бабки! Твой бой! Ты лишь строчка в бабке! Бой твой! И все, что с ним в комплекте! А это твой бой, но не мой! This is my boy! Мы с тобой навеки! My boy! С альфы до омеги! My boy! Иди сюда, милый мой! Сядь поближе, пока живой! Твой бой! My boy! Твой бой! Твой бой! Продолжение следует...